всем привет у нас ребят сейчас фарькове очень похолодало практически мороз ночью был мороз наверное везде так в принципе сейчас схожу на почту кстати пользуется OLX доставкой мне в принципе нравится то есть безопасная продажа на OLX просто я уже снимала несколько видео где были вот эти вот всякие мошенники на всякий случай вам говорю что кто не пользовался что OLX в принципе классная доставка вот кстати ребят очень много видео смотрела сейчас про людей которые были в оккупации про людей которые были в плену это конечно вообще просто жесть и такое ощущение складывается что слезами украинцев можно залить всю россию почему-то вот так вот получается кстати ребят еще могу рассказать немножечко за рынок труда украине а конкретно в харькове потому что захожу короче на сайт и смотрю объявления по работе что предлагают но могу сказать кстати во многих киосках многих магазинах вы просто можете встретить объявление с предложением работы на сайтах тоже очень много объявлений абсолютно разных а еще ребят я попробовала это первый раз зарегистрировать ну не резюме резюме я не делала честно говоря но мне к сожалению на другом языке я его еще не перевела на польском у меня языке и по-моему на английском вот и регистрируйтесь короче на сайте я зарегистрировал чисто по приколу думаю интересно я была уверена что никто звонить не будет вообще я там ничего себе не придумывала супер каких-то заслуг знаете и практически ничего и не заполнила заполнила буквально там имя фамилию ну где работала там стаж работы допустим и даже своих каких-то навычок знаете ничего такого не заполняла и по моему интересы еще заполнила вообще много чего пропустила и профиль такой знаете полупустой незаполненный но честно говоря сразу же или с в этот день или на следующий мне позвонили по моему три раза предложили какую-то работой на следующий день еще по моему три раза короче за все это время уже раз шесть не предложили работу короче одна работа меня вообще удивила предложили общение в чате я говорю что за общение ну думала мне уточнять но мне не уточнили простое общение типа ну понятно что это немножко подозрительно я сначала согласилась на собеседование но потом подумав думаю наверное это все таки фигня и вежливо отказалась но девушка очень настойчиво мне предлагала еще представляете ребят если кто-то сталкивался и знает что это вообще такое то поделитесь как-то она настойчиво прямо говорила что я думаю хорошо что я не пошла и не согласилась потому что она еще просила взять с собой какой-то документ знаете очень подозрительно сразу взять документ если может работа не подойдет он как бы не нужен любое время можно подвести потом ни на каком другом звонке там предложение никто не говорил возьмите с собой там документ в общем я отказалась еще предлагали тоже продажи косметики но там тоже я не совсем устроила где это все находится и сейчас недавно звонили предлагали продавать не продавать а тоже оператором работать это напоминать людям про какие-то услуги которые мероприятия на которые не должны прийти то есть принципе тоже ничего сложного он тоже не совсем подошел не подошло где находится это все а ребят еще интересно предложили оформлять кредиты в эти по не будете давать разрешение кому нужно дать кредит и вы не будете выбивать если нужно будет типа выбить кредит но оформлять типа вот такая вот должность мне тоже это вообще сразу не понравилось я конечно сразу отказалась потому что это не совсем то что меня интересует в общем ребят в принципе если вы хотите если вам нужна работа то ой вы можете спокойно тоже зарегистрироваться на сайтах и возможно вам тоже будут поступать звонки я даже не думала что такое возможно но в принципе удобно знаете можно в принципе написать кем вы хотите работать но там я могу сказать звонят и не только по то предлагают ту работу которую вы указали а предлагают вообще все что все что могут в общем не знаю видно все таки сейчас из-за того что много людей уехала все таки рынок труда немножечко опустел и такой наступил у них то есть требуются люди принципе конечно много чего и по закрывалась но любом случае ребят люди требуются и можно пробовать вот так регистрироваться на сайте если вы не хотите там или сами искать или не хотите вообще заморачиваться то мне кажется неплохой вариант в общем вот ребят поделилась с вами такой информации может она будет вам полезна всем хорошее настроение подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео и всем пока пока